Добрый вечер. Я очень рада, что не только наши студенты сегодня с нами, но и наши гости. Спасибо, что пришли. Сегодня у нас должен быть очень интересный семинар. Идея этого семинара возникла из ощущения необходимости придания баланса нашим предыдущим презентациям по Украине и России, по украинско-российским отношениям. В связи с этим мы решили оставить то же самое название семинара, то же самое, что было на англоязычной презентации полторы недели назад. Нужны ли Россия и Украина друг другу или не украинской друге? Я правильно перезала. И у нас сегодня два очень интересных спикера, по-русски не скажем спикера, а эксперта. Скажем? Почему нет? Скажем, но не хочется эксперта. Ксения Александровна Ильченко и Вячеслав Валерьевич Романович Романовичев. Исследователи в Центре по изучению вопросов ядерного небоспространения здесь, в Мандерейском институте. Ксения Александровна украинский ученый, преподаватель кафедры математического моделирования экономических систем Национального технического университета Украины, который известен также как Киевский политехнический институт. Я попросила Ксению Александровну сказать несколько слов о том, чем Ксения Александровна занимается профессионально, чтобы у вас было более полное представление о ее исследовательской концентрации, фокусе. И Вячеслав Валерьевич Романович, научный сотрудник Института международных отношений МИФИ. И Вячеслав Валерьевич ученый из Москвы, из России. Здесь они совместно занимаются исследованиями вопросов, связанных с ядерной безопасностью в Украине и в России. И вот в связи с такой глободневностью темы российско-украинских отношений я попросила Ксению Александровну и Вячеслава Валерьевича сделать эту презентацию вместе сегодня. Начнет Ксения Александровна, продолжит Вячеслав Валерьевич. И после двух презентаций мы сразу же перейдем к сессии вопросов и ответов. Две презентации, может быть, на 45-50 минут, и потом в сессии вопросов и ответов без перерыва. Хорошо? Пожалуйста. Добрый день. Начну с того, что расскажу немного обо мне. То есть такие сложные названия, непонятные. В общем, я из Украины, работаю в Киеве, работаю по двум направлениям. Моделирование финансовых систем, это банковские системы, страхование, финансовые рынки. Второе направление — это изучение развития стран и регионов. Это устойчивое развитие экономикознаний, то есть это сбор и обработка всевозможной информации и последующий анализ этой информации для того, чтобы понять, куда страна и регионы движутся в своем развитии. В принципе, такая вот основная исследовательская тема. Я думаю, что этого хватит. Если кому-то нужно больше информации обо мне, пожалуйста, потом спросите, я отвечу. Хорошо? Хорошо. Итак, переходим к теме сегодняшнего семинара. Так как я представляю Украину, то, в принципе, вся моя презентация — это взгляд, это мой взгляд, то есть это взгляд, вот как мы с Украиной видим ситуацию и видим то, что происходит, и как мы видим особенности наших отношений с Россией. В общем, начнем с простого. Начнем с того, что мы, в принципе, должны знать об Украине. Украина — это достаточно большая страна, самая большая страна Европы, которая находится в центре Европы. Это первое. Второе, что так уж исторически случилось, что Украина — это буфер между Россией и Европой. Я думаю, что большинство из вас знает, почему, опять же, исторически так сложилось, что Советский Союз, скажем так, недолюбливует в западном мире, да, и почему той же России необходимо каким-то образом разделять свои сферы влияния со всей остальной частью евразийского континента, да. И со стороны западной вот таким вот буфером является именно Украина. Далее. То есть Украина, в принципе, знаменита в мире следующими вещами. Первое, что в Украине находится 25% мировых запасов чернозела, что, в свою очередь, обусловливает ее аграрное направление по экономике. Второе, что достаточно большие запасы железной руды, марганцевой руды, урановых руд, то есть очень, что, в свою очередь, также будет обусловливать развитие металлургической промышленности. Кроме того, Украина является транзитной территорией, да. То есть вот я уже говорила про буфер, то есть позитивной частью географического положения Украины является то, что Украина является транзитной территорией между Азией, между Россией и между Европой. То есть, в принципе, это страна, по территории которой проходит достаточно большое количество транспортных потоков. То есть это плюс. Далее. Украина у нас, как вы видите, располагает выходом к Черному морю. Черное море, в свою очередь, располагает выходом к Средиземное море. То есть тем самым можно коммуницировать с большим количеством стран. По поводу минусов положения Украины. Как вы видите, в странах-соседях Украины у нас есть Молдова. А в Молдове у нас есть проблема с непризнанной республикой Придеистория. То есть такое соседство, скажем так, немножко смущает. Ну и второй минус нашего положения – это Крым. Правда, раньше все время думали, что неприятности с Крымом будут связаны из-за Турции. Так как Турция оказывает определенный детекторат крымским татарам, в принципе, что и понятно. Потому что это один и тот же этнос. Но, к сожалению, геополитики оказались неправны. Но хотя бы направление, где искать проблему, они обозначены. В принципе, что еще интересного, исторически сложившаяся в Украине? Естественно, что это сильные связи с Россией. Их не может не быть, потому что более 70 лет Украина и Россия провели в составе одного и того же государства. И от 70 лет экономического сотрудничества, экономического очень тесного сотрудничества, к сожалению, или к счастью, относиться просто нельзя. Украина на международном рынке известна по следующим, скажем так, специализациям. Это машиностроение, что, в принципе, обусловлено наличием ресурсной базы, наличием технической базы и наличием научной базы. В первую очередь, это самолеты, ракетно-космическая техника и танки. Ну, вот так сложилось. Второй — это агропромышленный комплекс. То есть, в принципе, на слайде перечислили сахар, муха, молоко, овощные культуры, зерно. В последнее время очень популярны украинские кондитерские изделия. Подсолнечный мед. Черная металлургия, химическая промышленность, электроэнергия. Это то, что касается сферы торговли товарами, в большом счете. В сфере услуг Украина занимает четвертое место по количеству айтишников. То есть, очень сильно развита IT-индустрия. И, в принципе, также экспортируются научные исследования или как такой вот негативный фактор научной исследований. Потому что до сих пор из Украины продолжают в другие страны выезжать научные кадры. Что, в принципе, негативно влияет на динамику развития государства. Что мы получили в момент, когда Украина стала независимой? То есть, в принципе, то, на чем базируются сегодняшние отношения с Россией. По информации 1990 года, Украина производила около 30% угля, 40% черной металлургии, и 9% цемента, 20% минеральных удобрений для Советского Союза. То есть, я вам напомню, что Советский Союз — это не только Россия и Украина. Это было очень такое большое межгосударственное объединение. И, в принципе, вот такие вот числа показывают на то, что Украина производила продукции больше, чем ее надо с вами. В принципе, это такое вот очевидное. Что, наверное, более интересно, ввиду специфики большинства здесь находящихся, это то, что у нас было с военной области. На территории Украины находилось 35% военно-промышленного комплекса СССР. То есть, это довольно много, это одна треть. То есть, это то, что, в принципе, осталось. Разрабатывался 21 ключевой проект в разных сферах. В разных — это начиная от изобретения новых автоматов и заканчивая всевозможными опытами с морскими животными. То есть, ввиду географического положения, можно было делать все, что угодно. 21 ключевой проект — это много, потому что всего на территории Советского Союза было около 40. То есть, исходя из этого, можно искать в современной прессе определенные упоминания о старых советских или украинских научных институтах. Потому что не бывает так, что это все куда-то просто взял и на главу. Кроме этого, на территории находилось три военных второго стратегического эшелона. Думаю, что не надо рассказывать, что такое стратегические войска тем, кто живет в Америке. Почему их надо бояться? Три воздушные армии и достаточно большое количество военнослужащих и большое количество служителей. То есть, в принципе, в 91-м году в районе столкнулась с тем, что надо с этим всем что-то делать. Потому что такое количество техники, такое количество продуктов и никому не надо. Но что бы ни делали, это тот базис, по которому дальше идет развитие. Если мы посмотрим на динамику экономических отношений Украины с миром, то в принципе, что бы ни происходило, оно так или иначе находит свое выражение в экономике. Почему? Потому что если вы что-то производите или как-то с кем-то кооперируетесь, то есть, это потом вы либо продаете кому-то, либо потребляет ваше собственное население. То есть, каким-то образом это переводится в деньги, рано или поздно. И, в принципе, лучше всего тренды в отношении между странами отображают именно экспортно-импортные отношения. Потому что все понимают, что экспортно-импортные отношения не строятся на каких-то принципах свободной коммерческой торговли. То есть, там еще есть такая составляющая, как и политическая. То есть, не всегда критериями для того, чтобы определить, что именно, кто у кого покупает, является только цена и качество. То есть, если говорить простым языком, есть еще третий критерий. Нравитесь ли вы кому-то или нет. То есть, ну, либо политика. Если мы посмотрим на динамику экспортно-импортных отношений Украины с СНГ и Европой, мы придем к выводу, что на самом деле, скажем так, нету сильной зависимости экономики Украины от Российской Федерации и от СНГ. То есть, в принципе, в последнее время процент экспорта в Россию составляет не более 25%. Это много, это четверть, но это не критично. Это не 50%, а не 75%. То же самое с импорт. То есть, теоретически, вот эти вот отношения, которые были сложены исторически, хорошие, плохие, в любой момент нужно переориентировать. Теоретически. Но никто не знает, какие затраты для этого понадобились. Если мы попробуем сравнить две страны, вот здесь есть небольшая подборка, скажем так, разнообразных индикаторов. То есть, понятно, что такой индикатор, как количество населения, да, то есть тут понятно, Россия страна большая, Украина страна поменьше. Далее, смотрим. Валовый продукт на душу населения. То есть, исходя из этих чисел, Украина живет беднее. Да? То есть, сразу можно сделать вывод, надо подумать о трудовой библиоте. Далее. Далее у нас такой интересный индекс называется «Доступ к питьевой воде». Почему он важен? По причине того, что, в принципе, есть такая корреляция, что развитые страны не имеют проблем с питьевой водой. Страны, которые не очень развитые, вот как-то вот так получается, что проблемы есть. В принципе, у России, у Украины с ним все нормально. То есть, есть два показателя, которые, скажем так, немножечко разнятся. Они выделены оранжевым цветом. Первый – это «Джини». То есть, это, в принципе, однородность, скажем так, доходов и однородность распределения населения. То есть, у России с этим проблема. То есть, в принципе, это говорит о том, что развитие идет не по модели, когда образовывается средний класс, а идет по так называемой бразильской модели, когда у нас 5% населения очень поградует, а остальные как-то не очень. У Украины с этим тоже проблемы, но пока поменьше. Второй показатель, который выделяется, это индекс энергетической безопасности. Я думаю, что если вы хоть иногда читаете европейские новости, вы знаете, что Украина с этим большие проблемы. То есть, Украина, в принципе, может, теоретически, опять же, обеспечить себя электроэнергией или энергоносителем, но не больше, чем на 60%. Исследования, скажем так, источников газа, нефти и так далее показывают, что можно все эти разработки продолжить и стать энергонезависимыми, но опять же, то есть, это не одномоментное действие. То есть, это годы и годы уходят на работу. Потому что та же нефть, как вы знаете, она находится под землей. И ее собрать не так уж и просто. То есть, в принципе, это некое, скажем так, видение того, чем богата или чем бедна Украина, и какие-то вот такие кусочки, как мы коррелируем, не коррелируем с Россией. Теперь переходим непосредственно к вопросу данного семинара. Почему Украина и Россия нужны, если, конечно, нужны? То есть, я ни на какой позиции не настаиваю, как бы каждый решается на столице. То есть, первый был фактор, это социально-демографический фактор. На слайде представлена карта так называемых ретнических земель на начало 20-го столетия. То есть, это те земли, которые в начале 20-го столетия были населены украинскими населениями, то есть, людьми, которые относили себя именно к украинскому предпосу. То есть, почему они оказались именно там, то есть, в каждой территории была историческая привязка. Кому интересно, спросите потом, я расскажу. Ну, вот факт. То есть, украинцы живут за границами своей территории. И часть компактных поселений украинцев находится в России. То есть, исходя из этого, хотя бы с частью населения России мы имеем общую украинскую культуру. Все там того, что мы все, собственно, родом из СССР, и это так быстро не забывается, мы все также имеем общие корни Советского Союза. То есть, это нехорошо, неплохо, это факт. Кроме того, как уже было сказано, многие украинцы выезжают на заработки в Россию. То есть, Россия — это средство для существования, для части украинского населения. Особенно восточные регионы. Почему особенно восточные регионы? Потому что западным регионам ближе ехать в Польшу. Далее, культура. Мы, в принципе, относимся к одной и той же культурной группе. И, в принципе, этим все сказано. В чем-то мы очень похожи. И последнее — это язык. То есть, я думаю, что вы все понимаете, что такое языковой бомб. Например, ученому из Украины намного легче найти общий язык с ученымом из России. По причине того, что мы можем общаться на русском. Правильно? То же самое для ученого из России. Я думаю, что это правило распространяется на все уровни социальной жизни. То есть, на бытовом уровне, действительно, население Украины и население России легче между собой общаться на русском. Плюс — это коммуникация. Минус в том, что подобное общение каким-то образом закрывает определенную часть людей от остального уровня. То есть, возникает языковой барьер, и получается, что мы идем по путям не меньше остальных людей. Но это те факторы, которые в социально-демографической сфере определяют близость Украины и России. От них отказаться нельзя, и я думаю, что просто с ними живет. Политические факторы. Украина и Россия долгое время пытались сотрудничать. Хорошо или плохо — это другой вопрос, но в принципе сотрудничали. Так или иначе участвовали в региональных. Скажем так, почему региональные и международные? По причине того, что не могут, они выходят все-таки, эти организации за рамки регионов. СНГ, Евразес. Украина не является членом Санкт-Петербурга, но Украина является основательным. То есть до сих пор просто Украина не ратифицирована с новополагающими документами. В Евразес Украина наблюдатель. Так или иначе, эти организации влияют на жизнь стран-регионов. Ввиду территориальной общности и ввиду того, что территории России, Украины и все остальные страны занимают большие, то есть в принципе эти региональные организации влияют на международные сотрудничества. Второе — это членство международных организаций. То есть в принципе перечитать нужно бесконечно. То есть насколько я знаю, Украина является членом около 70, наверное, международных организаций, если не больше. Я думаю, что Россия в этом плане никак не отстает. Но смысл в том, что страны, Россия и Украина, долгое время пытались поддерживать хотя бы один и тот же вектор внешней политики. То есть я не говорю, что везде, но хотя бы там, где было выгодно и то, и другое стране. В принципе это нормально. В принципе на слайде подобраны достаточно разные организации с разных слоев общения. То есть МГТЭК мы знаем, что это атомная энергетика, аварист — это Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности. То есть это авторское право, городские всевозможные законы, патенты и так далее. БСЕ, ООН. Кстати, Украина и Россия являются фундаторами ООН. То есть находятся в этой организации с 45-го года. По сути дела, ПТО. Их очень много. И это международное сотрудничество, от которого тоже нельзя отказаться. Потому что если вы не представляете свои интересы на должном уровне, их никто за вас не представляет. А свои интересы обычно легче представлять с кем-то. Следующее — это общее обязательство перед третьей стороны. Наиболее расхожий. Пример — это поставки газа. То есть понятно, что газ, в принципе, поставляет Россия, потому что она его производит, скажем так, и добывает. Но поставки идут через украинскую территорию. Если Украина и Россия между собой не дружат по каким-то причинам, без газа остается это. А Европа пока ни в чем не виновата. Ну и в принципе, такой вот общий политический фактор, ввиду того, что страны давно-то уже не знают, то есть есть общие проблемы. Да, потому что, ну, недалеко бы как-то ушли в каком-то плане экономического развития. В принципе, есть общее решение. В политическом плане тоже легче учиться на чужих ошибках, либо пытаться выбраться оттуда совместно. Так, к примеру, долгое время считали, что Россия, скажем так, войдет в Европу посредством Украины. То есть сначала Украина с помощью Польши так или иначе окажется в Европейском Союзе. То есть либо как полноправный член, либо в качестве какого-нибудь другого. И потом Украина поможет России наладить нормальные отношения с Западом. Ну, случилось так, как случилось. Поехали дальше. То есть я, не знаю, либо в силу образования, либо еще чего-то, считаю, что, скажем так, экономика двигатель прогресса. То есть если у вас нет денег, все, о чем мы говорим, извините, это не о чем. То же самое. То есть если отношения между странами или между людьми, так сказать, имеют более серьезные намерения, то тоже проблема. Если рассматривать экономику в более широком смысле, то это все, как это раньше называли, народное хозяйство. То есть это все, что касается жизни человека, жизни предприятия, жизни государства. То есть что у нас такого вот экономического интересного между Украиной и Россией? Первое — это рынкизгут. То есть как вы уже видели, то есть Украина 25% экспорта, 25% импорта, так или иначе Россия. То есть Украина в Россию регулярно поставляет молочную, кондитерскую продукцию, черную металлургию и военную технику. Россия в Украину, наибольшая статья поставок — это энергоресурс. Если страны требуют сотрудничать, возникает вопрос, кому продавать свой продукт. С одной стороны, вроде бы как бы понятно, что есть все остальные 200 стран, но с другой стороны, всевозможные особенности, в том числе территориальные, политические, можно тоже перечислять бесконечно, это сужает количество претендентов на вашу продукцию. И для поиска нового контрагента вам понадобится какое-то время. То есть вы какое-то время сидите без денег. Поэтому такой вот экономический фактор, как рынки сбыта и торговли, он не дает возможности отказаться от сотрудничества в едином моменте. И второй такой фактор — есть очень много совместных проектов. То есть на микро уровне предприятия Украины и России связаны мышцы. Некоторые исторически, некоторые были новыми контрактами, но опять же, то есть объяснить предпринимателю, почему сегодня он не сможет зарабатывать деньги на свою семью, и не сможет производить что-то, что имеет какую-то социальную значимость. То есть это очень-очень сложно. И в принципе, мне кажется, что и нет такой необходимости. То есть в первую очередь, наиболее известные совместные проекты — это самолетостроение, автомобилестроение, потом опять же, та же военная промышленность, атомная энергетика и безопасность. То есть в принципе, все вот эти перечисленные экономические факторы, от них рано или поздно можно отказаться. По большому счету, опять же, Украина может поставить вопрос вебром и с помощью Евросоюза попытаться переключиться на другого потребителя, на другого поставщика. Но есть, скажем так, ряд вопросов, по которым отсутствие сотрудничества может вызвать проблемы. Эти проблемы, ну, не глобальные. То есть я думаю, что все вы слышали про Чернобыль. То есть с одной стороны, это была советская проблема, с другой стороны, Чернобыль находится на территории Украины. А с третьей стороны, все-таки пострадали все. Поэтому вот, к примеру, такой вопрос, как ядерные объекты. Ядерные объекты. Это карта ядерных объектов. То есть мы все знаем, что украина страна безъядерная. Мы не будем говорить о том, хорошо или плохо. Это опять же факт. Но в Украине как минимум есть два исследовательских атомных реактора, несколько электростанций атомных и несколько так называемых спецкомбинатов и источников ионизирующего излучения. То есть это те заводы или те предприятия, где так или иначе используется какая-то часть урановых руд. как используется, не знаю. К сожалению, это закрытая информация, но используемся. Что нас связывает с Россией? В первую очередь, это атомная энергетика. В общем количестве энергетики, произведенной в Украине, атомная энергетика, это около 45-65% в зависимости от того, насколько нагружены энергии. Топливо для атомных электростанций мы завозим из России. Если мы не завозим топливо для атомных электростанций, мы получаем большую корону. Правильно? Нет электроэнергии, зимой в Украине погода не такая, как в Украине. У нас минус 20. То есть это Цельсия, да? В общем, это проблема. Какая проблема для России? Украина — это крупнейший рынок в Украине. То есть если Украина не закупает этот житвел, Россия остается без денег. Вторая проблема, связанная с атомной энергетикой, это работа реакторов. Все украинские реакторы были созданы во времена СССР. Следовательно, авторский надзор и всевозможные технические мероприятия осуществляются специалистами и проектными организациями, которые были на территории Советского Центра. В данном случае это российские проектные оборудования. То есть перед реакторами необходим надзор. Потому что это критично и важный вопрос. Еще один вопрос, это вопрос продления срок эксплуатации реактора. Построить новый реактор это дорого, продлить срок эксплуатации это тоже дорого, но не так. Для продления срока эксплуатации опять же нужно отправить на организацию. Опять же российская. и последняя проблема это переработка ядерных отходов. Несмотря на то, что в Украине ядерные отходы захоронены, могут захоронить на территории Чернобыльской АЭК, население Украины вполне очень негативно к этому относится. Поэтому, скажем так, единственный, возможный, альтернативный вариант это переработка ядерных отходов на территории российской АЭК. Возможно, мы поменяем свое отношение к этому вопросу, но в принципе, как по мне, это и экологическая безопасность, и все-таки отсутствие риска загрязнения на территории страны. Что-то в этом есть. Какие проблемы связаны с атомной энергетикой? В первую очередь это качество топлива, которое поставляется в России. По отчетам МАГАТЭ, по отчетам Энергоатома у нас попадаются дефектные сборы. С учетом того, что стоимость одной сборки около миллиона долларов, для украинской экономики это проблема. Какие есть альтернативы? Диверсификация поставок. Как вы знаете, Вестерн Хаус может производить топливо для украинских реакторов. Опять же, может производить и производит это две большие разницы. Поэтому пока, к сожалению, контракты есть, но пока вся надежда на России. Как и у России на Украине. Ихали дальше. Проект укрытия. Про Чернобыль я вам уже в принципе говорила. Первая фотография это то, что у нас осталось из Чернобыля. Вторая это то, что построили, сколько на это затратили. Ну и как вы понимаете, что время уже прошло, надо строить что-то новое. И строить что-то новое нам нужны специалисты, ресурсы и денег. То есть, чем больше стран в этом участвуют, тем лучше. Ну и как вы понимаете, в принципе, одни из лучших специалистов по, опять же, реактору этого типа это Украина и Россия. Потому что, потому что их свое время построили. В чем, в чем прелесть определенная этого проекта, это то, что сроки ограничены. Чернобыльская АЭЦ ждать не будет. И абсолютно все равно, что у вас происходит. Следующий вопрос связанный с ядерной энергетикой и ядерной безопасностью. Два больных вопроса. Первый, это Севастопольский исследовательский реактор, который находится в Крыму. И возникает сразу вопрос. То есть, Россия рассказывает, что реакторы законсервированы, находятся под охраной каких-то там войск. Макаты рассказывает, что за безопасность реактора отвечает Украина. Украина к реактору. Из-за каких-то там войск собраться к сравнению не будет. Что с ним происходит, никто толком не знает. Так как реактор учебный, то в принципе катастрофа большой не произойдет, но это тоже какой-то риск. Второй вопрос. Это Запорожская атомная электростанция. Картинки может быть в правом нижнем углу. В общем, в нижнем углу есть картинка. То есть, в красной точечке это зона военных действий. зеленая, будем считать точечком, это город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция. Расстояние 298 километров. То есть, это сколько? Три часа на машину. Все там того, что реакторы достаточно старые, построенные при Советском Союзе. Ну, скажем так, никто в мире еще толком не проверял, выдерживает ли реактор попадания. Как же проверяли, когда разрушили обрезавность? Да, для тех реакторов, которые уже должны, скажем так, выйти из эксплуатации, выковерять не хочется проверить. То есть, в дальность стрелбы противотанковой установки 10 километров. То есть, защитить реактор невозможно. последние ядерные проблемы это ядерное оружие. Проблема в ядерном оружии заключается следующее. Есть такая интересная ракета, которая называется Сатана. Это та ракета, которая долетает до Америки и поражает, в принципе, 10 больших американских городов на воздух. Американские специалисты не уверены, смогут ли они достойным образом защитить гипотетическую стану такую ракету. То есть, в принципе, на каждый кусочек этой ракеты надо потратить от 3 до 7 антиракет. То есть, это очень затратно и очень плохо. Ракета старая, но ракета интересная. Проблема в том, что она в свое время проектировалась в Украине, остались ракеты в России. То есть, опять же, то, что у нас было с энергоблоками. Сервисное обслуживание осуществляют в данном случае украинские специалисты. Мне кажется, что всем было бы спокойнее, если бы все знали, что у ракеты все в порядке. А с учетом того, что таких ракет, по-моему, осталось около 75, то есть, лучше, чтобы сервисное обслуживание осуществлялось в области обслуживание. Вот вам еще одна сфера, в которой сотрудничество в принципе обязательное. Следующий вопрос это транзит. То есть, в принципе, было уже о том, что Украина это транзитная территория. Раньше граница между Украиной и Россией в некоторых местах выглядела так. Встала на дорогу. Для того, чтобы провести что-то, скажем так, контрабанды, вам достаточно было сменить полосу для жителей. Сейчас ситуация немного изменилась и у нас есть участок границы, который не контрабируется. И есть большое количество людей, которые, по подтверждениям России, непонятно, откуда берут оружие. Причем оружие достаточно серьезное. Куда это оружие девается дальше и откуда оно берется, официально непонятно. Но, как по мне, это достаточно сильная угроза для международных безопасностей. То есть, это терроризм, это распространение оружия, это контрабанды всего, чего только может быть, вплоть до уйти из Афганистана, наркотики. И это нелегальная миграция. Если граница без контроля, ничего сделать нельзя. Последняя фотография это то, что сейчас Украина хочет сделать с границ. Но, опять же, как вы понимаете, построить стену между Украиной и Россией, если построить хотя бы за 10 лет, если построить в условиях боевых действий, то есть, это мириад. На данный момент в некоторых местах границами. Это противоречит правилам эксплуатного контроля. Бывает. В принципе, у нас есть варианты развития СССР. В принципе, решать, где Украина и Россия могут сотрудничать, где нет, не знаю. Это очень сложный вопрос. Понятно, что в принципе сотрудничество можно свести к минимуму. Прекратить его абсолютно просто нельзя. На данный момент что мы имеем? Социально-гуманитарную катастрофу. Потому что территория, на которой у нас боевые действия, она небольшая по отношению к территории Украины. Но там находится как минимум около миллионов. Большая часть этих людей захотели, интересно, почему, сменить свою местожительность. Официально 300 тысяч беженцев, неофициально 800 тысяч беженцев. Насколько я понимаю, 800 тысяч это население Сан-Франциско. чтобы были неабстрактные. Далее, разрушенная инфраструктура. То есть на фотографиях это международный аэропорт имени Сергея Прокорхева в Донецке. В серии было стало. В общем, аэропорта больше нет. Далее, недополученная прибыль. То есть так или иначе с территории Донецкой и Уганской области собирается какое-то количество налогов в государственную учету. Потому что там действовали какие-то предприятия происходила какая-то работа. То есть это и прибыль или нет. А что еще у нас такого печального это наращивание вооружений. В принципе во время во все время независимости Украина большую часть 97% вооружений которые производились достаточно много отправляла на экспорт. Теперь для того чтобы ситуацию таким интенсивным путем разрешить Украина наращивает вооружение. То есть то что отправлялось на экспорт мы оставляем в стране. Самый простой путь. В принципе это достаточно конкурентно способные вещи. Часть из этого это конечно переживки советского прошлого, но часть это вещи которые имеют международное признание и конкурентно способны. На слайде представлены неполные перечень, танки, ракетные установки, бронированные машины, самолеты, вертолеты, катера на воздушные подушки, всевозможные радиолокационные системы, ну и конечно товары больного назначения, которых никто не знает толком как их будет использовать. То есть в принципе вот то что мы имеем на данный момент. Далее у нас есть варианты развития событий. В принципе варианты разделены на две группы пессимистические и оптимистические. Пессимистически Украина отказывается отчасти своих территорий. У нас появляются две новых непризнанных республики. Плюс Украина экономит ресурсы, потому что отстроят две территории, опять же среди которых будет город миллионник. Я не знаю, Украина никогда еще города миллионники не отстраивает. Сколько это стоит, опять же никто не знает. Минус наличие вот таких непризнанных образований, то есть это большой жирный крест на международном сотрудничестве. Еще один минус Россия продолжает экономическую и судя по всему военную экспансию. И еще один минус это новая волна эмиграции. Я не уверена, что всем, кто остался на этих оккупированных территориях нравится там жить. Оптимистический вариант. Действие на международное вмешательство, прекращение агрессии, например, прям завтра. Опять же минус необходимо восстанавливать инфраструктуру. Затерженой экономический кризис, потому что денег в бюджете Украины больше не станет. Станет меньше, потому что мы тратим на восстановление. Далее, сохранение территориальной целостности. Это огромный плюс, который, в принципе, показывает деятельность международного сотрудничества и деятельность суверенной политики государства. Минус новая волна эмиграции. От этого никуда не деятельность. Теоретически возможны вступление в ЕС и улучшение качества людей, когда об этом все молчат. Еще один плюс – это международный контроль проблемных участков. Все проблемы, которые глобальны, контролируют международную организацию. Это снимает ответственности с Украины и снимает часть какой-то денежной ответственности с Украины. Ну и выводы. Выводы приблизительно следующие. Что многолетнее сотрудничество Украины и России не взялось из ниоткуда. Оно обусловлено всевозможными историческими и экономическими фактами. То есть оно есть и оно будет. Далее. Второй вывод. Что потеря российского рынка не является критичным. Когда мы говорим о рынке продуктов таких как агропром или что-либо такое. Критично это когда у нас непонятно какие отношения и потеря рынка. Это критично. Третий вывод. Это есть отрасли повышенного риска, которые требуют постоянного мониторинга и впоследствии недочетов в этих отраслях по любым причинам они могут быть глобальными катастрофами. Такого допускать нельзя. Никогда и ни при каких условий. Следующий вывод. Экономическая целесообразность будет обусловливать дальнейшее сотрудничество с Россией. Те же энергоносители скажем так Украина не знаю или Швейцария и Лексенбург то есть нам надо энергоносителей достаточно много. Поэтому только ближайшие соседи. Ну и последний вывод. Что любое решение ситуации которая у нас сложилась негативно повлияет на экономику Украины. Потому что в любом случае надо каким-то образом справляться с теми последствиями. В принципе как-то так. Ну и жизнерадостный эпиграф который был в выводах для тех кто не знает каждый раз когда в России что-то случается к примеру меняется по каким-то причинам генеральной секретарии что-то еще меняется телевизору раньше крутили единой воздух это то, чего сейчас ждет Украина. Ну это опять же скажем так больше шутка чем какое-то непосредственное отношение к сегодняшним и всему в принципе у меня все. С моей стороны я немножечко остановлюсь на вопросе нужна ли Украина России и немножко конкретизирую те пункты которые ранее Ксения Александровна выделила в своей презентации. С чего я хотел начать это с военно-технического сотрудничества. Да справедливо было замечено то, что такое сотрудничество имеется в частности с конструкторским бюром Антонов который известен своими самолетами в том числе Ан-124 Руслан который по оценкам специалистов считается одним из передодовых самолетов и наряду с Боингом является на территории бывшего СССР первой разработкой такого типа плюс в частности ракеты космической отрасли действительно есть завод Южмаш который в советское время носил название конструкторского бюро Южное здесь соответственно началась начиналась история ракет стратегического вооружения ICBM и эта история которая сейчас как раз это тоже продолжается это производство этих ракет также сотрудничество с этим бюром осталось что касается например такого завода актера машпроект который производит например для России турбины для кораблей все это есть сотрудничество такое есть контракты и совместные проекты есть но действительно они не являются их потеря не является критичной почему потому что они не не носят основную долю рынка на военно именно военно-техническое сотрудничество потому что в России есть другие проекты в частности я думаю что вы следите за новостями и знаете про проект с Францией по поставке современных самолетов и по ситуации которая сейчас складывается плюс есть мнение что проекты эти совместные были мало востребованы поэтому потери вроде бы этого сотрудничества ничем не грозит однако однако даже с экономической точки зрения потеря какой-то доли все равно это потеря бюджета потеря каких-то средств как с точки зрения Украины так с точки зрения России куда более мне известна ситуация про ядерное сотрудничество и то что сейчас Украина по для нее объективным причинам может отказаться от приобретения энергоресурсов от компании ТВЭЛ который является дочерней компанией Росатома это существенно бьет по бюджету компании ТВЭЛ потому что по разным оценкам потому что это цифры которые мы с вами не найдем объективные потому что все это все-таки более закрытая политика в том числе по газу все мы можем только судить по риторике официальных представителей государств ТВЭЛ по разным оценкам сотрудничество с Украиной экспорт энергоносителей в Украину занимает долю ТВЭЛ от 60 до 80 процентов если Украина отказывается и переходит на топливо в Эстинхаус то тогда ТВЭЛ теряет значительную долю основную долю всего капитала почему 60 процентов или 80 процентов потому что все проекты которые сейчас разрабатываются Росатомом и ТВЭЛом это сотрудничество с Юго-Восточной Азией это сотрудничество с Канадой Европой и так далее запланировано это все только на будущее в Бангладеше еще реакторы не построены и так можно сказать про все проекты практически это все инвестиции в будущее с 2020-30 годов поэтому это очень актуальный вопрос сейчас насчет захоронения и переработки отходов как вы знаете есть существует два способа это переработка соответственно из спенфью и директ диспозал прямое захоронение подземной в случае захоронения есть угроза экологической безопасности но насколько сейчас нам стало известно так как мы стали заниматься этим вопросом в Чернобыле хотят основать проект совместно Украина и США по строительству такого объекта по захоронению отходов хорошо это или плохо не ясно с экологической точки зрения не очень хорошо с другой стороны переработка такие фасилити существуют только в странах в основном где существует ядерное оружие то есть Франция Великобритания США Россия и Китай ближе всего конечно возить спельфью в Россию из-за того что ближе но такая переработка дорого обходится Украине соответственно тут возникает вопрос что же вы виднее по разным причинам еще один вопрос который обсуждался уже более пяти лет это по строительству совместного по осуществлению совместного проекта по строительству на территории Украины предприятия концерна который объединял бы в себе полностью пройденный ядерный цикл это и добыча руды и переработка ее в топливо соответственно и производство топлива на реактор потом переработка масштабный проект к сожалению он запущен в небо только это все осталось на уровне обсуждения в чем его преимущество то что Украина на своей территории не только бы смогла обслуживать свои реакторы и свое топливо но и соответственно соседних стран это в Болгарии мы знаем есть ядерная энергетика в Венгрии и в том числе в России соответственно с этих позиций такое сотрудничество выгодно для обеих стран для обеих стран что касается и мой основной акцент и завершающий такой акцент будет сосредоточен на геополитической составляющей на геополитике основная проблема двух стран сейчас это ее их самоопределение на сегодняшней карте мира если мы говорим про Россию то на мой взгляд Россия до конца свою политику она свою выработала по этому вопросу то что сейчас считается что это renewed great power однако по экономическим показателям это не так и это по многим не только по экономическому потому что после коллапса Советского Союза его распада нельзя сказать что за 20 лет можно вернуться к такому статусу и ни наличия ядерного оружия ни наличия нефти и газовых месторождений этим сиюминутно Россию в такой статус не поставит Россия к этому только стремится почему потому что допустим есть мнение что Россия больше региональная держава на основании СНГ на основании евразийского экономического сообщества однако с точки зрения геополитической это не так сильно не работает такие сотрудничества почему потому что например непонятно как мы можем выделить евразию что это такое что это за образование СНГ в большинстве своем это организация которая не сравнится с Евросоюзом и с точки зрения регионального сообщества это организация очень слабая если мы будем разберем Украину с точки зрения что что является собой Украина сегодня то также этот вопрос стоит между Россией и Евросоюзом до военного конфликта стоял вопрос о подписании Украины договора об ассоциации к ЕС и с моей точки зрения такой договор должен был быть подписан с точки зрения прогресса Украины как государства почему потому что членство в Евросоюзе влечет за собой финансовые инвестиции и не надо далеко ходить за примерами мы прекрасно знаем что Греция Италия странам которые не занимают лидирующие положения в экономических вопросах оказывается помощь Евросоюзу несмотря на политику этих государств в связи с этим инвестиции в Украину за собой привлекли бы инвестиции в экономику в России и дело тут не в том что потому что такой вопрос да стоял на повестке дня что возможно Россия когда-либо вступит в Европейский Союз дело наверное не в том что Украина бы привела Россию в Европейский Союз а в том что экономика это важно и Европейский Союз это в первую очередь больше экономическое сообщество нежели политическое потому что политические вещи остаются далеко чем на втором плане в Европейском Союзе поэтому первоочередный здесь момент это инвестиции которых и экономика Украины и Украины и экономика России нуждается опять-таки потому что статус экономический в России сейчас это страна с переходной экономикой и здесь неясный вопрос культурного аспекта параллель могу привести тоже с Евросоюзом считается что Евросоюз это по некоторым оценкам что это сообщество которое объективно было создано из-за того из-за культурного аспекта об общности европейской истории культуры с точки зрения геополитики это не совсем верно и то что Россия и Украина и соответственно допустим Беларусь Республика Беларусь и другие страны бывшего СССР объединять по культурному аспекту и говорить что геополитически это важный и этот передовой аспект наверное не стоит вывод заключается в том что первоочередной задачей у обеих стран скорее всего является ее опять как я сказал в начале предваряя эту часть нового налога нужно определить что же все-таки такое и куда двигаться дальше и как именно курс вплетать если Россия является великой державой то тогда нужно играть по правилу великой державы а это значит что экономические показатели должны быть более развиты если это региональная держава то это либо дальневосточный регион либо это только шанхайская организация сотрудничества либо это СНГ нужно выбирать один вектор потому что есть мнение что нужно работать много вектором движении но это не будет успешно если продолжается вопрос геополитики России то как мне кажется ибо на взгляд многих аналитиков нужно развивать дальневосточный регион Владивосток это по оценкам многих ученых является должно являться приоритетной задачей политики России что касается Украины то скорее всего и здесь мой так сказать взгляд тоже на том что нужно развивать отношения с Европой но опять таки это не означает того что нужно отменять сотрудничество с Россией хотя бы в тех ключевых моментах ключевых пунктах в которых сотрудничество оставалось до всего года потому что это наиболее важные отрасли которые действительно важны потому что взять любую страну например Соединенные Штаты Америки то что выделяется на военно-промышленный комплексы на оборону это одна из приоритетных задач это действительно так Спасибо Аплодисменты 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 Пожалуйста представьте себя Можно гостю? Можно гостю? Пожалуйста Меня зовут Валентина Соболева Я преподаю в Дефенс Лангвич Институт Я Мне было интересно прийти и послушать представителей двух стран И мой вопрос такой Мне очень понравились ваши презентации И мой вопрос такой по вашему по второму по второй презентации Это Вы сказали что вроде бы Евразия непонятно что не определена и что лучше скорее всего определиться как региональному государству А вот в период этого критического критический период конфликтный что вы можете сказать сейчас позиция России она как бы так сказать наметила руководство страны наметила какие-то шаги в сторону азиатского регионального так сказать становления Вы считаете что все-таки Украина должна смотреть на запад а Россия смотреть на восток или как и что для этого делается Спасибо за ваш вопрос во первых что можно сказать в первую очередь то что вопрос самопределения вопрос конфликта между Россией и Украиной это два разных вопроса да вопрос конфликта это вопрос конфликта решается он совершенно по-другому чем вопрос самопределения но то что я так предвосвещаю ваши мысли то что вы имеете ввиду и то что мы сейчас наблюдаем это сотрудничество более интенсивное чем возможно было раньше между Россией и Китаем и оно по-любому должно наверно возникать почему потому что опять таки не только ввиду того что есть общие границы и потому что страны помимо являясь членами Шанхасской организации сотрудничества имели такое развитие отношений до этого что касается то что Украина должна смотреть на запад а Россия на восток в любом это как приоритетные векторы наверное это так я думаю что это так что касается чтобы Украина смотрела на восток а Россия на запад то такое тоже есть но в каких-то других аспектах есть приоритетные отрасли есть отрасли менее важные но данные страны и сотрудничество по этим векторам могут так сказать иметь место быть по разным отраслям сотрудничества поэтому главное обозначить их и выделить и сделать это правильно и так чтобы выгодно было обеим сторонам потому что нужно выходить на равный диалог так или иначе неважно какая у вас территория какое вы место занимаете по каким-то другим показателям и главное это то что нужно обеспечить равный диалог на всех уровнях под Абсолютно отделиться от России, все-таки там, как-никак, Россия, прошел медведь, а кто-то там живет, и совсем отделиться. И захочет ли ЕС вообще Украину по себе принять? Был разговор о заключении торговли, общесторонней, но вот само вступление в ЕС? Спасибо за вопрос. То есть я бы его разделила на несколько частей, да. То есть, как Вы знаете, вот ровно год прошел с прошлой попытки Украины присоединиться в ЕС, которая не удалась, и потом все уступить. Договор об ассоциации является только первым шагом. Присоединиться, да. От начала ассоциации, потом там долго еще был процесс присоединился, правильно? То есть попытка присоединиться у нас не удалась, да? На тот момент, если бы мы рассматривали Украину без военного конфликта, а это все-таки военный конфликт, это не кризис, на тот момент я считаю, что шансы были. То есть в долгосрочной перспективе, ну, например, лет через 7-10 Украина могла бы быть членом ЕС. Это не означало бы разрыва отношений с Россией. Я хочу напомнить, что Украина и Россия, как минимум, входят в всемирную организацию торговли, да. То есть мы работаем по одним и тем же правилам. И эти правила, по сути дела, в идеале, они исключают дискриминацию по какому-то вот неэкономическому признаку, да. Поэтому бы полного разрыва взаимоотношений с Россией не случилось бы ни в коем случае. Тем более, действительно, есть отрасли промышленности, которые украинские, которые нужны по большому счету только России. То же самое с Россией и Украиной. На состояние, которое у нас сейчас, в большинстве международных организаций и международных договоров, есть теперь взятое отношение к странам, которые пребывают в состоянии каких-либо конфликтов. То есть это и понятно. Я думаю, что вы бы тоже не захотели каким-то образом участвовать в чем-то со страной, в которой непонятно что творится. Потому что первоочередная задача ЕС, как, скажем так, сверхгосударственного образования, это все-таки обеспечение всевозможных благ для стран-участниц и для граждан, которые в этом участвуют. Правильно? То есть присоединение страны, в которой активный или пассивный военный конфликт, благом не являлось. То есть как и не крутить, да? Поэтому на данный момент, в состоянии нас сейчас, присоединение к ЕС, в принципе, невозможно. То, что были подписаны какие-то документы, опять же, это документы пролонгированного действия. То есть они вступают в силу с всевозможными поправками. И третий вариант, если Украина оказывается окруженной всевозможными непризнанными республиками, Приднестровье – это действительно беда Молдовы, и у нас, получается, еще две – это ЛНР и ДНР, опять же, возникает вопрос. Согласно международному законодательству, такие территории – это весьма сомнительное счастье. То есть, на мой взгляд, скажем так, это уменьшает шансы вступления в ЕС, но, по крайней мере, не полностью их уничтожает. То есть это очень-очень долгосрочная перспектива. То есть для начала необходимо, чтобы международное общество смирилось с наличием непризнанных объединений, и только после этого возможно начинать какие-то новые переговоры. То есть в случае, если на территории Украины, опять же, это не мой любимый вариант, оказывается две непризнанные республики, вступление в ЕС, на мой взгляд, отложится, ну, как минимум, лет на 20. Такие вот три варианта в зависимости от того, про какой период времени мы говорим. Спасибо. Доктор Команка Луткина нам сказала, что присоединение Украины к НАТО было бы совсем невыгодно Украине. И мне просто интересно, если Вы согласны с этой позиции. Я поняла. Смотрите, есть некоторые национальные документы Украины, которые декларируют внеблоковый статус Украины. То есть это наше внутреннее. Сначала Украина как государство декларировала внеблоковый статус и не вхождение в всевозможные вооруженные объединения. То есть первый этап, который у нас стоит перед вступлением в НАТО, это изменение, по сути дела, нашей Конституции. Но это не так и просто на самом деле. То есть это сложный и долгий процесс. А второе, выигрывает или проигрывает Украина от вступления в НАТО. Вы знаете, то есть на данный момент, честно, на данный момент я не знаю. То есть с одной стороны, лично мне бы хотелось, чтобы меня, когда я буду в Киеве, как-то защищали какие-то более вооруженные войска. То есть если НАТО способна своим членам предоставить такую защиту, это хорошо. Но с другой стороны, я считаю, что на такой шаг сейчас никто не пойдет. По причине того, что это эскалация конфликта с Россией. То есть на международном уровне в таком случае украинские интересы сразу теряют важность. То есть это, по сути дела, если НАТО, расширяя сейчас свое влияние на территорию Украины, мы получаем действительно очень серьезную предпосылку к третьей мировой войне. То есть как бы мы не избегали этого разговора, но две достаточно огромные вооруженные силы просто столкнутся на территории Украины. То есть это, я думаю, не устроит никого. А в принципе есть еще третий такой вариант развития событий – это нейтральный статус Украины. То есть то, что достаточно часто обсуждается в обществе и является достойной альтернативой вступления как в блоки с Россией, так и в блоки с НАТО. То есть раньше этот вариант, сейчас я не знаю. У меня есть вопрос, который связан с украинским самоопределением. То есть сейчас, мне кажется, и возможно это продлиться достаточно долгое время. Украина как государство позиционирует себя как жертву России. То есть вот в этом образе жертвы России находятся у нас побалтийские государства, Польша в какой-то степени. Потому что Польша уже менее экономика развивается достаточно быстро. Но для того, чтобы любое государство, любая страна начала самоорганизовываться и возвращаться в страну независимую от внешнего врага и от внешних угроз, развиваться как полнокровное самостоятельное государство, нужна государственная мифология. Вот по вашему, Ксения Александровна, что делается сейчас в Украине для того, чтобы создать платформу национальной мифологии, историографии, которая независима от России в плане вот этой связи, жертвенности от России, российской агрессии и так далее. Кто герои Украины? Почему эти герои являются героями для украинцев? И как вы видите будущее украинского народа, будущее детей, которые воспитаны, например, от этих героев? Спасибо. Это очень интересный вопрос. Для начала хочу заметить, что в принципе до недавнего времени Украина и Россия свои отношения, по крайней мере, в Украине позиционировались как более или менее братские отношения. То есть вот эти вот братские народы и все такое. То есть в принципе, почему? Потому что Россия нам более понятна. То есть это такой вот простой тривиальный бытовой пример. Россия нам понятна, Запад, ну как бы сказать, не очень. Теперь получилось, что у нас происходит переоценка ценностей. Сразу хочу сказать, что в плане какого-то политического или каких-то активности украинцы достаточно пассивны. То есть вот так вот сложилось. То есть есть такое высказывание, которое в переводе на русский как-то так, что типа мой дом с краю и ничего не знаю. То есть в принципе достаточно обособлено живут. То есть как сейчас принято говорить, большое спасибо Путину. Он первый. Ему это единственный президент, которому удалось сплотить украинскую нацию. То есть президентам Украины это не удалось. И теперь действительно создается, наверное, новая история Украины. Сразу хочу сказать, что в учебниках, например, России и в учебниках Украины общая история она пишется по-разному. Разобраться, кто прав, кто нет, очень тяжело. Я могу рассказать о себе. Я думаю, что все слышали о таком, особенно те, кто русскоязычный, кто такой Степан Бандера. В России это очень страшно. Человек родан из Украины, в Украине это национальный мир. Вот такое вот. Сейчас у нас происходит такой вот период создания нового дела. То есть за последний год людей, которым в обществе принято подражать, их количество, наверное, увеличилось во много и много раз. То есть и у нас есть несколько таких пунктов. Не знаю, политика, культурная пособенность или что-то такое. Первое это революция. Получается, в ноябре прошлого года, когда начались события, то есть люди, которые были на главной площади Украины, они, скажем так, автоматически стали героями. Потому что оценивать события можно по-разному, но, опять же, большинство из вас в то время в Украине не находилось. Это не было так страшно, как рассказывали в новостях, но это и не было так чудесно, как хотелось бы это видеть. То есть это первый такой вот поступок исторический, на который надо, ну, скажем так, хотелось бы равняться. Второе это, опять же, наверное, особенность украинского общества. На данный момент украинскую армию обеспечивает украинский народ. Без посредничества государства. С помощью волонтерских организаций. То есть, как по мне, ситуация абсолютно дикая, но вот, опять же, то есть, следующая команда героев — это волонтеры. Это люди, которые собирают деньги от других людей и обеспечивают их право. И третье такое вот мифологическое сейчас стойкое понятие — это защитники Донецкого аэропорта, которых называют куборки. То есть это люди, которые вот те вот развалины, которые показывали на слайдер, то есть там сейчас находятся люди. И они защищают то, что осталось. То есть вот, в принципе, сейчас, наверное, создается новая мифология Украины, которая основана на каких-то вот национальном, да, то есть на национализме. То есть прошу не путь в национализм, а в нацизм, да? На национальном самосознании, на национализме, на какой-то вот такой вот волонтерской деятельности и на самоотвердности. То есть в чём-то, как по мне, это очень похоже на наивный романтизм, но вот это то, что есть на данном уровне. И я не знаю, хорошо это или плохо, но раньше в истории Украины, в принципе, как говорится, новая история Украины такого не было. Поэтому как на этом тут воспитываются дальше люди и как оно войдёт в учебники истории, я не знаю. Ну вот это то, что есть на данном уровне. Ну то есть просто как-то, если бы вы могли открыть свой, раскрыть ответ. То есть у нас получается Бандера-герой и герои ноября 2012 года. И вы говорите, сплотить, удалось Путину сплотить украинскую нацию. Опять же, вот мы возвращаемся к моему вопросу, сплотить на основании чего? На основании ненависти к России или на основании… Вот кто герой национализма, вот мой вопрос, кто герой национализма? Смотрите, среднестатистический украинец, давайте разделять два понятия. Есть такая фраза, я родину люблю, а государство ненавижу. Точно так же у нас сейчас с Россией. К среднестатистическому россиянину или какой-то российской организации и так далее отношение абсолютно нормальное. Ну то есть у меня родственники в России, у меня коллеги в России, у меня друзья в России. Что с ними делать? Идти пострелять? Но такого не бывает, понимаете? То есть среднестатистической политики России отношения, ну как минимум, неприятия. Потому что, понимаете, есть международное законодательство, да? То есть отбросим все исторические факты, уберем Степана Бандера. То есть Бандера уже давным-давно умер и, наверное, все его там потомки, надеюсь, они здравствуют. Но это было очень давно. То есть есть международное законодательство, которое закрепило границу суверенным государством. И когда в мою страну приходят вооруженные люди и, извините, убивают моих коллег и моих студентов, я не могу после этого говорить, что я люблю Россию. Ну, как минимум, это странно с точки зрения человеческой психологии. Но при этом к россиянам отношения абсолютно нормальные. по причине того, что, ну, мне кажется, что большинство украинцев на данный момент, не знаю, жалеют на себя. То есть не ненавидят, а жалеют. Потому что мы не понимаем, как такое можно было допустить. Как-то так, да, на простом человеческом плане. То есть я понимаю, что, возможно, там есть факторы, о которых мы не знаем. Но вот именно человеческое восприятие, оно такое. То есть от этого, наверное, никуда не деться. Я надвинаю, что сегодня плохо, почему-то я забыл ваши вопросы. Вячеслав Валерьевич. Да, Вячеслав Валерьевич. Вячеслав Валерьевич, да? Есть очень интересная риторика такая по поводу Украины. Вот у меня вопрос насчет России, немножко такой политический, наверное. Вот Россия как бы вышла на такую международную арену сегодня, так вот, поскольку, скорее, там, скажем, с приходом к власти Путина. И, значит, ну, наиболее такие яркие примеры этого, это, естественно, Либия и, естественно, Сирия. Да, в Сирии, как бы, выступил очень интересно, повлиял, скажем так, на исход того конфликта, который был. Значит, такая вот очень агрессивная политика в Украине, конечно же, я считаю, как бы немножко все-таки Россию как шаг назад, даже не шаг назад, а несколько, да? Вот как вы предвидите будущее развитие международной политики России в последующие 10-20 лет, скажем так? И вот Россия сейчас, то есть Путин как царь, да? Как вот дальнейшее предназначение? Власти будут оставаться, там какие-то перемены? Всегда я понял ваш вопрос. Насчет авторитета политики Путина сейчас. Тут есть два совершенно крайне полярных мнения. Первое мнение, которое вы выразили, то, что действия Путина сейчас отбасывает Россию назад в связи с агрессивной политикой. Потому что из-за нарушения международного права, в частности, территориальной границы, в том числе нарушения Вадапештского мира 2016 года. С другой стороны, многие эксперты, особенно я такие мнения встречал здесь, в Штатах, считают, что это политическая победа Путина. Почему? Потому что, допустим, минские соглашения, которые со стороны России сейчас не выполнены, и его агрессивные политики ставят Россию, наоборот, на ранг выше. То есть, действительно оправдывают Россию как статус мировой державы, которая может вершить какие-то важные аспекты мировой политики. Это два полярных мнения. Как будет дальше развиваться, и чем закончится вооруженный конфликт в Украине, сказать сложно. Если все-таки Донецк и Луганская области отделятся, и потом либо они будут независимыми признать ее и будут непризнанными в мире, или они захотят так Крым присоединиться и войти в состав России. Будет ли это выгодно? Непонятно. Но трактовка данного выразделения, например, Крыма и ДНР и ЛНР трактуется в России как защита интересов граждан за рубежом. Верная эта позиция или неверная? Сложно сказать. Что будет дальше? Тут можно два момента упомянуть. Первое – то, что недавно было внесено поправку Конституции насчет того, сколько избирается президент раз и на сколько лет. Была принята такая поправка, что президент может переизбираться один раз, но срок увеличен до шести лет. Теоретически Путин может быть у власти еще долгое время. Что будет после него – никому не известно. Это очень сложно анализировать сейчас. Что будет после их тандема с медициной или после путинской гегемонии – это предсказать очень сложно. Фактически это нереально. Потому что оппозиция сейчас мало развита в России. А какие-то более или наравне с Путиным политические лидеры, которые бы смогли в будущем возглавить Россию, и можно ли их увидеть сейчас – таких, наверное, сложно назвать сейчас. Поэтому практически невозможно предугадать. Какие действия дальше в международной арене России предпримет? Пока не ясно. Даже если собирать точечные решения, не только связанные с Украиной. Даже, например, отказ участвовать в саммите по ядерной безопасности. Позиция России такова, что саммит не будет выгодным для России, потому что это будет с точки зрения его решений. В общем-то, что это будет очередная дискуссия, которая не приведет к решениям, которые потом будут воплощены в жизнь. Но, однако, это все равно не участие России в таком форуме, который собирает очень много держав. И по такому аспекту, который Россия считается одним из лидеров. Более того, это то, что сейчас в большой восьмерке Россия исключена из этого. Пусть это не формальный группа, это не политическая организация, тем не менее, все равно России там не будет. И это тоже нехорошо с точки зрения большой политики России, как большого игрока на международной арене. Поэтому с этой позиции, да, наверное, это все-таки шаг назад. И, скорее всего, это шаг назад. Или даже много шагов назад. С точки зрения, как вот эта долгая полярная точка, что Путин выиграл от этого политически и его воспринимает сейчас, что он может решить какие-то проблемы, ну, тут это очень спалматряжительно. Спасибо. Я здесь учусь в минии и тоже работаю с вами, может быть. Мой вопрос в том, нужны ли Украина и Россия в форуме ТНО? Нужны ли они принимать участие? Нужно ли сотрудничество между Россией и Украиной в сфере? Да, спасибо. Да. Ну, хорошо. Исните, исните. Исните, что вы говорите. Ну, может быть, ну, уже о программе было между ними. Как вы думаете, что борете между ними на review conference? Или так они будут относиться друг к другу? Я поняла. То есть, насколько я понимаю вопрос, это вопрос в следующем. Когда Россия и Украина соберутся вместе на review conference, что у нас будет, что мы там устроим, да? Да. То есть, ну… Не скучно. Я очень надеюсь, что наоборот, в принципе, это высокая политика, и обе делегации будут держать себя в руках, да? Потому что высказывание, скажем так… Нет реакции. Да. Высказывание в народе, высказывание, например, здесь на семинаре, и высказывание все-таки на высоком политическом уровне – это разные вещи. Я думаю, что Украина будет придерживаться своей, скажем так, стандартной позиции, безъядерная страна и, скажем так, без всяких сюрпризов. По крайней мере, я на это надеюсь. Что касается России, то есть, ну, я тоже очень надеюсь, что Россия, опять же, поддержит основные принципы нераспространения ядерного оружия. То есть, для нас, для Украины, это, скажем так, шкурный вопрос, да? То есть, вопрос очень существенный. И если будут какие-то сюрпризы со стороны России, в первую очередь, это чревато для Украины. Поэтому такая надежда, что эта конференция пойдет мирно и без лишних сообщений в новостных изданиях. Могу немножко детально ответить. Значит, насколько мы знаем, есть три столпа, да, у меня вследствие разоружения, нераспространения и... Как это будет по-русски? Мирное использование ядерного оружия. Да, да. Значит, в блоке разоружения будет критика, скорее всего, страны Украины по нарушению Будапештского меморандума. Такую тактику здесь применит Россия непонятно, потому что все-таки документ нарушен. Какую тактику предпримет Соединенные Штаты Америки и Соединенные Королевства, неясно, они документ не нарушали. Но они, со своей точки зрения, тоже являлись гарантом ненарушения границ украины. С точки зрения нераспространения, опять-таки, мы, Ксения Александровна, коснулась ряда вопросов в своей презентации, и наше общее следование касается этих вопросов, что определенный риск распространения каких-то нематериалов есть, и, скорее всего, в этой секции будет подниматься об этом вопрос. Но основное внимание может быть средоточено, может быть, очень сложно пригадать. По части мирного использования ядерной энергии, опять-таки, Украина может поставить вопрос и попросить помощи от делегатов и от МАГАТЭ, помощи в обеспечении ресурсами, энергоресурсами, потому что ядерная энергетика на 45%, как мы помним из презентации, зависит от ядерной энергетики в Украине. Поэтому этот вопрос определенно, скорее всего, если ситуация коренным образом не изменится в положительную сторону, они будут подняты на рассмотрение в абсурдной конференции. — Вопросов нет? — Спасибо большое. — Спасибо. — Спасибо вам вечером. — Спасибо. — Спасибо.